С тех пор неоткрытый приют для бездомных животных в Великом Новгороде подвергся уже серии атак вандалов. Хулиганы и мелкие воришки почти уничтожили то, что было отремонтировано в прошлом году. При этом контракт по отлову бродячих собак практически не исполняется. Почему сегодня пытались выяснить общественники? Артем Забралин продолжит. Огромный ущерб нанесен вандалами еще не открывшемуся приюту для животных. Хотя кто здесь настоящие звери, вопрос открыт. Сложно представить, с каким остервенением действовали злоумышленники, когда разносили свеже отремонтированное здание приюта. Из стен вырваны провода прямо с отделкой, которой теперь усыпан весь пол. Вырваны трубы, сломан подвесной потолок. Территория будущего приюта находится на балансе комитета по управлению городским хозяйством. Те, в свою очередь, ежедневно выполняют обход территории. В результате которого в прошлом году было уже несколько раз вызывали сотрудники полиции, пожарники. Несколько раз мы вытаскивали снятые обрешетки с близлежащих, ну совместно с милицией, с близлежащих приемов пункта металлолома. На ремонт будущего центра содержания животных в прошлом году из городского бюджета было выделено более 1 миллиона рублей, большая часть из которых пошла на водоснабжение, ремонт клеток и отделочные работы. Теперь их придется проводить заново. Плачевная ситуация и с отловом животных. Напомним, что ответственным за это является нижегородская фирма. В ноябре прошлого года с ней был заключен контракт на сумму более 6 миллионов рублей. Но за два месяца было отловлено лишь одно животное. Причины такой низкой производительности выяснить еще только предстоит. Либо не поступают звонки от людей, хотя чаты все заполнены, информация о бездомных животных. Либо просто информация не доходит от городского комитета до субподрядчика нижегородцев. Либо нижегородцы не выполняют, не имеют взаимодействия со своей субподрядной организацией. По итогам собрания было решено запросить у города полный отчет о работе с поступившими заявками на отлов животных. В том случае, если окажется, что кто-то не выполняет свою работу должным образом, информация будет направлена в надзорные органы. Артем Забралин, Андрей Константинов. Новости Новгородское областное телевидение.